Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу поблагодарить за предоставленную возможность принять участие в таком интересном формате общения. На самом деле, подчеркнул для себя очень много новой информации, есть что переварить, осмыслить. Я бы, наверное, перед началом доклада хотел бы краткую ремарку привести в плане дискуссии по поводу рецидивов, полипов и данных статистических, которые приведены в англоязычной, в русскоязычной литературе. Мне очень нравится англоязычный термин, такой как host factors, то есть факторы, зависящие от хозяина. И, наверное, это один из таких ситиотропных факторов в плане рецидивирования полипов гиперпластических после удаления, потому что, как правило, наиболее часто именно данный тип полипов мы видим, как онкологи, когда убрали полип, он вырос, начинает возникать сомнения, а то ли выросла, либо эта опухоль спрогрессировала, пациент начинает бегать по врачам и, как правило, добирается до онкологов. И в плане комплентности пациенты у нас, то есть вот этих host factors, это нарушение диеты, это курение, это отсутствие проведения эргитационной терапии, это различные генетические факторы. Они, на самом деле, вносят, мне кажется, достаточно существенный вклад в плане частоты рецидивирования гиперпластических полипов после их удаления. И, к сожалению, как показывает практика, амбулаторная помощь и комплентность наших пациентов в сравнении с западными пациентами, ну и сама муштизация пациентов, она существенно, конечно, уступает западной. Поэтому, наверное, может быть у нас действительно рецидивов гиперпластических полипов после удаления больше, чем у европейских коллег. А сейчас я бы хотел продемонстрировать взгляд онколога на проблему доброкачественных эпителиальных образований желудка. Видно презентацию? Подскажите, пожалуйста, потому что мне плохо видно. Видно? Да, презентацию видно и вас видно. Мы вас снимаем. Отлично. Большое спасибо. Значит, проблема, она действительно является актуальной, потому что, к примеру, по литературным данным, ну и по практическому комплексу, из 100 пациентов, грубо говоря, 6 пациентов с вылюбленными... ...полиповидными... ...пациентов, они имеют бессимптомное течение. И, как правило, эти пациенты, они попадают гастроэнтерологом, либо лечатся на местах и редко попадают к онкологам. 10% пациентов имеют клиническую манифестацию полиповидных образований в виде развития кровотечения, перекрута, если палит на ножке с выраженным болевым синдромом, либо же явлением непроходимости. Но данные пациенты в большом своем количестве попадают в экстренные хирургические стационары, где они либо подвергаются лечению, либо впоследствии убираются до онкологов. Что мы всегда держим в голове и почему мы остерегаемся любых образований в желудке? Мы, безусловно, ожидаем проблему, что это образование может оказаться недоброкачественным. Оно может явиться непосредственно раком желудка, либо предраком, либо малигнизированным уже процессом. Как показывает статистика, проблема рака желудка, несмотря на ее лечение и активную выявляемость, она все равно остается актуальным. По частоте заболеваемости рак желудка занимает 5 место, в структуре летальности он занимает 3 место. Следует отметить, что данные графические отображения не приведены в соответствии с статистическими данными Всемирной организации страхования от 2018 года. Но в 2019-2020 году заболеваемость осталась в прежнем пороге, это порядка 11,1 на 100 тысяч населения. Если мы зададимся целью посмотреть тренды по заболеваемости раком желудка, допустим, за 40-летний период, то мы увидим устойчивый, уверенный тренд к тому, что заболеваемость раком желудка снижается. Причем, что интересно, это как и для западной популяции, как и для азиатской, потому что мы на данный момент принципиально понимаем, что для разных генотипов и фенотипов раки желудка тоже разные. И то, что мы наблюдаем в азиатских странах, у азиатских коллег рак, это преимущественно дистальная локализация, немного другой генотипы биологии самой опухоли. Но общая тенденция по всему миру, это к снижению заболеваемости раком желудка. Однако, если мы посмотрим, в частности, возьмем максимальные раки желудка, грандиальные раки желудка, то мы увидим, что ситуация в том же моменте, она принципиально другая. То есть мы наблюдаем рост заболеваемости и некая плата. И этому, безусловно, существуют две основные причины. Первое, это все-таки склонность к ожирению у пациентов и развитию гастроэзофекальной рефлюксной болезни. Достаточно большой пул данных пациентов, что является и теотропным фактором к развитию рака желудка. Общий же тренд снижения, он, безусловно, обусловлен интеграцией радиационной терапии, силикобактер пиломной инфекции. То есть это кардинальные изменения культуры питания, даже сколько изменений технологии консервации продуктов и снижения потребления консервированных продуктов в общей популяции. Ну и, безусловно, это достижение здравоохранения, это ранняя выявляемость заболевания, улучшение методов диагностики, достижение в хирургическом лечении и в лекарственном лечении заболевания. Однако, тем не менее, возвращаясь к вопросу о доброкачественных эпителиальных наобразованиях желудка, следует отметить, что они не исключают наличие двух фоновых заболеваний, которые являются кровоугольными камнями запуска процесса метаплазии, дисплазии и, собственно говоря, образованию рака. Это хронический атрофический гастрит, ассоцированность кишечной метаплазии и все-таки силикобактерная инфекция. Открытый микроб, он отнесен к первой группе канцерогенов согласно классификации всемирной организации здравоохранения. Патогенов всего достаточно хорошо изучен. Безусловно, все начинается с интеграции и инфицирования с листью желудка. Далее есть, безусловно, хост-генетик фактор – это полиморфизм носителя, потому что не у всех силикобактерная инфекция приводит к развитию метаплазии, дисплазии и уж тем более рака желудка. Это внешние факторы воздействия, такие как курение, воздействие других канцерогенов, нитритов, нитратов – это регулярные приемы алкоголя. И когда все эти факторы совпадают, то, безусловно, первоначально возникают воспалительные изменения в стенке желудка, которые хронизируются, далее привод к метаплазии, дисплазии и развитию рака желудка. Следует отметить, что особо цитоштамм, ассоциированный с развитием АДН и карцинома желудка в силикобактерной инфекции, это КК-штамм, который непосредственно интегрируется в стенку клетки, вызывает нарушение образования РНК, ДНК в клетке, воспалению и, соответственно, существует триггерным фактором для запуска процессов канцерогенеза. Если же мы говорим все-таки о именно каких полипах, в предыдущих докладах было очень более чем подробно отображено, насколько часто они малигнизируются. Ну, я распределил по степени значимости, наверное, аденоматозные полипы, они не являются предметом дискуссии, данные полипы, они являются, по сути, истинными неоплазиями и предраковым фоном. Следует отметить, что при размерах более 2 см через статам организации достигает 40%, то есть это практически без малого половины пациентов. Зачастую данные полипы также ассоциированы с метахроном и синхронным раком желудка, поэтому, в принципе, наверное, отношение с точки зрения онколога к аденоматозным полипам, это однозначно их удалять. Железистые полипы, также известные как полипы листера, они наиболее часто социированы все-таки с длительным приемом ингибиторов протоновой помпы. Это как раз те пациенты, у которых выявили полипы, они лечатся длительно-длительно у гастроэнтерологов, им бесконечно назначают ингибиторы протоновой помпы. Данные полипы, их потенциал к дисплазии, соответственно, к малигнизациям крайне низок, он менее 1%, но следует понимать, что при ассоциации с различными синдромами, например, с синдромом семейного диффузного полипоза, частота дисплазии достигает уже 54%, однако все-таки сохраняется низкий риск малигнизации. К примеру, при ассоциации железистых полипов с синдромом Линча, по данным корейских коллег, риск малигнизации в два раза выше в сравнении с контрольной группой с общей популяцией наблюдения. Хотя стоит отметить, что по данным финских коллег, там группа наблюдений, безусловно, была меньше, чем у корейских коллег, а наблюдалась одинаковая частота малигнизации. Гомортромные полипы. Они, безусловно, редкая достаточно патология, редко мы их видим, видим их, как правило, в рамках проявления различных синдромов. Это ювенильные полипы, которые более часто у детей и у подростков, они не склонны к малигнизации, однако если они обусловлены мутациями в ряде генов и клинически манифестируют множественными ювенильными полипами с локализацией в теле, то данный тип полипов, он с 50% долей вероятности ассоциировано с малигнизацией. И также гомортромные полипы в рамках проявления системных синдромов, то сомно-доминантных заболеваний генетических, это синдром Пиццера-Егерса. Как правило, это классический пациент с коричнево-ярко бросающейся меланиновой окраской пигментацией губ, слизистых щек, изменением цвета пальцев. И, как правило, у данных пациентов выявляются эти полипы, но следует обратить внимание, что у пациентов с как раз синдромом Пиццера-Егерса риск не кишечной малигнизации, а именно образование онкопатологии молочных желез, поджелудочных желез, эндометрия, легких, 15 раз превышает общую популяцию риска развития. И также зачастую данный тип полипов, он ассоциирован с риском развития гастронистинальных травмальных опухолей, а также у молодых пациентов в порядке возраста 30 лет. Таким образом, мы получаем клинически характерного пациента, которого наблюдает по поводу гомортромных полипов, но выпуская его потенциальные риски именно малигнизации не в желудке, а вне кишечной малигнизации. Ну и есть синдром Коудуна, третий – это нольственные опухоли, включая гастронистинальные полипы, патологии молочных желез, щитовидных, мочевыделительные системы. Данный тип полипов, он малигнизируется крайне редко. Воспалительные полипы, также опухоли Ванека, крайне редко малигнизированы, практически никогда они не ассоциированы с наличием филипфобактерной пилорной эффекции, и мы как онколог их практически не наблюдаем. И, наверное, наиболее самая дискутабельная и наиболее часть части полипов – это гиперпластические, которые действительно по данным ряда авторов достигают частоты дисплазии до 20%, с частотой малигнизации до 2,1%. Мы преимущественно видим именно рецидивы после периодичного удаления гиперпластических полипов, как онкологи, и видим метахронный рак, когда рядом с гиперпластическим полипом вследствие фонового заболевания, нарушения альтерации, пролиферации, развивается вокруг ранний рак или уже запущенный рак желудка. Следует отметить, что размер прямо пропорциональный на риск малигнизации возрастает у гиперпластических полипов, и, конечно, вот эти полипы, они, наверное, требуют все-таки более мультидисциплинарного подхода. Благодарю за внимание, надеюсь, я уложился во временной регламент.